Вижу в лучах зари, на бок склонилась фиалка. Это работа крота. Вижу с заплывшим глазом мастер хлещет вино. Теперь мне точно конец. Приветствую вас, нежнокожие слоники! С вами Федорович. Холодный суп и холодный чай терпимы, а вот холодный взгляд и холодное слово невыносимы. А горячий прием в подворотне опасен для жизни. Но после этого видео вам уже будет не страшен никакой копник, хоть с ножом, хоть с толпой друзей. Ну а начнем мы с одного эффективного приемчика от африканского пальмового спецназа. В жизни всегда есть место подвигу. Надо только стараться быть подальше от этого места. Но вот подальше быть от копников не получится. Ведь они подстерегают нас в каждой наливайке, в каждой пивнухе и в каждом кабаке. А значит, встреча с ними неизбежна. Но благо есть приемы от африканского пальмового спецназа, которые взяты из техники бешеной гориллы. Так что один на один вы всех порвете. Хлебать из одного котла не значит одинаково насытиться. А выпивать вместе с мастером не значит им стать. Конечно, многие из вас могут возразить, что в любимых кабаках на трезвую не рубятся. И бывает такое, что ты уже встать не можешь. А на тебя наезжает гопыла. Что тогда? Не переживайте. Я все это прекрасно знаю. Поэтому и даю вам эту технику смертельного удава, которая поможет вам побеждать без единого движения. Не рой соседу яму, а то он использует ее как погреб. А гопнику не стоит нападать на мастера, даже если он настолько бухой, что не может подняться. А то все равно последствия будут печальными. Ущипни себя и узнаешь, как больно другому. А настоящий беспредельщик никогда не нападает один. Ведь он-то не хочет узнать, как больно получать по голове. Поэтому великие воины шакальных стилей всегда нападают толпой. Но не переживайте. Сейчас я вам покажу такие техники, после которых вы сможете расправиться с любой бандой гопоты. Жизнь как рояль. Клавиша белая, клавиша черная и крышка. А путь мастера, как белый лист бумаги, на который иногда срут мухи. Но сила мастера – это вселенская мухобойка, способная уничтожить этих мух сотнями. Только настоящий мастер, если ему разрешат делать все, что угодно, вот просто все, не будет делать ничего. Ну а если гоп-стопник нападает на вас с ножом, вы точно будете знать, что делать. Ведь сейчас вы увидите лучшие приемы от индийских командос, какие даже в болливудских фильмах не показывают. Только у нас, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад. Но таких приемов у нас не получишь. Поэтому нужно срочно, пока мастера не заблокировали во всем мире, изучать эти шедевральные техники. Потом, все потом, вырубила его. Второго для прикола вырубил. Не учите карася плавать, а вот учиться у деда – это дело. И вообще, неважно, что дед показывает. Если дед – это дед, да еще и с седыми волосами, да еще и в кимоно, да еще и с черным поясом, значит, он точно может чему-то научить. И уже даже неважно чему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый человек по-своему прав, а по-моему, нет. Но дед точно красавчик. Придумал такое единоборство, где ему не нужно даже шевелиться, а можно просто стоять и мычать, пока все враги корчатся от боли. Дать вам гарантию, что это сработает против гопника, я не могу. Но вы обязательно попробуйте. И желательно, чтобы гопник был моложе и сильнее. А потом напишите, сработало или нет. Ну, конечно, если сможете писать. Что вы по этому поводу скажете? Это разборка, пиццерская. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько гопников вы уже завалили. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пикак! Все, я на кости покажу. Раз, два, три. Это биомеханика, эффективность движения. Ее знать надо. Как бы ни отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Соответственно. Хуба! 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 Вот так. Два, два, три. Клодрака одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хлопу, вырываю ключица, это ключица, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Это называется лепить. Наше упражнение секундное комплекс упражнений. По милитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok